Всем привет! С вами The Station, меня зовут Лейла, и сегодняшнюю рубрику «Жизнь замечательных людей» веду не я, а ваш любимый Тайлер. Андрей взял интервью у очаровательной косплеерша Леры Химеры, которая специально для вас преобразилась в демонетку Сланеж. Приятного просмотра! Итак, мы в студии у нашего друга, фотографа Димы Габдукаева. С ним интервью, кстати, у нас тоже было. И сейчас здесь происходит перевоплощение в демонету Сланеж, знакомую всем фанатам Warhammer. Лера, привет! Мы в гостях у Димы вместе с моделью Лерой Химерой. И рад познакомиться для начала. Вот что скажу. Потому что видел тебя на Старконах периодически, да, твой косплей и, опять же, фотографии. И самое интересное, как пришла идея, наконец-то, к Warhammer 40 тысяч переметнуться? Может, у тебя же давно, получается, занимаешься косплеем? Я лет 7 назад читала книги, а потом играла в Dawn of War. Затем думала сделать струбитвы, потом поняла, что как бы... То есть пока я все делала... Все делали струбитвы? Да. Девочки уже, допустим, Аня Алексеева Бреку сделала прям для меня, как по моему уровню, идеально. Поэтому то, что даже не стоит пытаться. Эльдарку, возможно, когда-нибудь реализую. Ну, решила что-то, чтобы нужно было и гримера, и ботафоры привлечь, и Диму, как бы, показать, скажем так, его навыки фотографии. Потому что я вижу, что он очень сильно вырос в записании года, и надо как бы... У него обработка фотографий на новый уровень вышла, потому что я видел на прошлом интервью, когда здесь был процесс, а потом я вижу фотки, которые он делал, а я был там, и я знаю, как это все выглядит. Ну, это, конечно, да. А почему Дима нет? Люди давно уже, скажем так, говорили не очень хорошие слова про меня, и как бы я решила реализовать стальные мечты. Всем ответить. Это хорошо, я считаю. А как вообще... 6 лет косплея, у тебя очень много образов было, да? Как воспринимают люди образы, вот, ну, ты примерно же представляешь, как воспринимает сообщество там... Ну, какой-то компьютерной игры, потому что Вархаммер это более такое обширное сообщество, там и компьютерные игры, и книги, и настолка. А как в целом? Какое твое, вот, отношение к критике разных фандомов? Вархаммер воспринимают всегда очень как-то прям рьяно. То есть Вахадрочеры, они у людей суровые, и... Защищают образ. Да, да, они терзают прямо на мелкие вот ниточки каждый вот костюм, прямо вот разбирают. Поэтому, опять же, буду услонять шутку, что тут как бы сложно придраться как-то к экономичности и так далее. То есть это такое довольно больное видение. Мы поняли, что это довольно сложный проект. Не потому что нужно просто вот, да, одеться и загримироваться, а потому что очень много человек принимает участие. Это обычная для твоей деятельности, ну, для твоих косплееров история, или ты многое делаешь сама? Ну, в основном у меня это я, фотограф, все. Большое не камень в команде, то есть какие-то детали делаю я сама. То есть сейчас это новый опыт для тебя поработать с большим количеством людей. Слушай, ну, я надеюсь, он будет положительным, и вы захотите еще какие-то совместные проекты делать, потому что в команде работать, конечно, веселее, но тяжело. Тяжело, потому что всех организовывать надо. А скажи, как вообще начинался твой путь в косплее, и ты довольна вот этим вот шестилетним путем? Как ты прошла его развитие? Твое отношение как? Ну, возможно, начинала я именно как творчество, думала надо друзей, думала, что будет что-то позитивное такое. Все будут жить друг другом, а постепенно... А там не так? Да. Все как-то пришло к негативу какому-то. Люди пытаются соревноваться друг с другом. То есть у кого круче воплощение образа, или кто лучше делает, или кто больше денег вложит. А что самое важное? Вот деньги, или вклад в свое, скажем так, тело, или нужно как-то большую команду нанять? Что вообще люди... Ну, к чему они начинают, скажем так, стремиться, вот когда в косплее делают первые шаги, и потом еще начинается вот эта вот подковерная возня? Ну, чтобы иметь какое-то имя в косплее, то есть, чтобы у тебя узнавали просто по никнеймам, а, это вот она делает тот, 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 тот. То есть люди сразу визуализировали. То есть образ какой-то, да? Ну, вот видишь, я примерно помню, да, какие-то образы, которые я видел. Твои в ВКонтакте выкладываются это, да, у Димы были, опять же, фотографии. Но я в меньшей степени вот как-то цеплялся именно за визуализацию. То есть я вижу, да, какого-то персонажа, его воплощение. Но не говорю о том, что там хорошо это или плохо. Тут, знаешь, с точки зрения обывателя, красиво-некрасиво. А вот все, кто в теме, они с другой точки зрения смотрят, я так понимаю. Ну, ты говоришь, что есть как бы и недоброжелательная критика, опять же. Ну, это чаще всего даже не косплееры критикуют. То есть косплееры, они сами стараются. То есть даже если там у них уровень лунг, только начинают заниматься, они все равно понимают, что это очень много усилий. Поэтому они не особо такие, как бриянные критики. Это чаще всего просто люди с улицы критикуют. Ну, это проблема публичности, мне кажется, больше. Ты, когда пытаешься становиться публичным, то да, может любой человек с улицы высказать свое мнение. Просто оно не всегда будет, наверное, профессионально. Ну, это скорее, мне кажется, проблема часто женского пола. А что мужчин меньше критикуют, чем женщин. А вот у тебя много знакомых мужчин-косплееров. Ты можешь кого-то выделить, кто именно косплеем занимается? Да, вот ты из людей, которые в твоей тусовке, например. Мужчин. Ну, по крайней мере, из питерских могу выделить Сашу Вольфа. Просто человек, который... Ну, то есть я видела сама, как он тренируется. То есть он прямо тренирует речь персонажа, танец персонажа. То есть он прямо как актер. Как актер. Актерское мастерство, мне кажется, очень важно в косплее. Да, да. Просто одеться этого недостаточно. Ну, на мой взгляд, опять же, на взгляд обывателя, но когда я вижу выступление, я часто очень бываю на фестах, на оконах, когда я вижу выступление, сразу видно, когда человек вживается в роли, когда нет. Ты вот стараешься вжиться в роли или у тебя больше такой, как бы, поверхность? Ну, с учетом того, что я делаю по 12 костюмов в месяц. В месяц? Да. То есть это по два костюма в неделю в среднюю? Ну, где-то так. По даже больше. Больше, больше. Но все то, что... Ну, многие персонажи, они довольно однотипные, поэтому там даже вживаться, собственно, как-то не надо особо. Хорошо, а такой тогда вопрос, я всем задаю его. А куда потом эти костюмы деваются? Их же много. Хранятся где-то? Есть какой-то склад образов Лера Химеры? Ну, у меня, да. У меня есть под поле, где все хранится. Частично на даче это хранится. Ну, и продается, и выкидывается. А, ну, то есть что-то даже можно реализовать какое-то? Да, да. А то некоторые не хотят расставаться с образом у тебя. Нет, я перераслаю. Проще проходит? Это раньше было, да? А какая у тебя вот, ну, даже я не говорю про мечту там в этом направлении, а желание, ну, как бы, чего-то есть, да, 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 да. Посетить какое-то эпическое мероприятие, там, тот же там какой-нибудь Близкон там или еще что-то. Или просто сделать такой вот образ, чтобы там сложный технически, например, да. Что вот у тебя, какие перспективы в твоем направлении могли бы быть? Ну, у меня работа тут одна была над проектом сложная, но пока она приостановилась, поэтому пока про нее говорить не буду. Ну, а так у меня была идея сделать фэм-версию Робокопа. То есть это полный армор, так, блин, это, кстати, я об этом не думал. Я знаю, что есть всегда женские версии мужских персонажей, в коспле это часто используется. Но, кстати, вот про Робокопа я бы не подумал, да? То есть он, по сути, такой же Робокоп, просто, как бы, ну, скажем, не плоская пластина, а чуть выступающая, и все. А так, в принципе, он именно броня. Ну, это такой серьезный крафт, я так понимаю. Но ты уже за время в хобби, в косплее, ты уже навострилась, скажем так, крафтом и со всеми остальными. Ну, я крафт не знаю, что... Или ты меньше степени? В меньшей степени. Крафт, в общем, я говорю, это раз в время, силу, пространство в доме, поэтому это не мой путь. Поскольку пока идет процесс перевоплощения, затронем эту тему. Самый твой сложный образ, которого больше всего ты потратил сил, времени, нервов, денег. Вот самый, на твой взгляд, какой? Был костюм по игре Blended Soul. По-моему, как-то тогда она включила. Костюм делался полгода. Потрачено было тогда около 100 тысяч. Это 4 года назад. Даже больше, это 5 лет назад. На заре. То есть это был и самый сложный, и самый интересный опыт работы. Самый дорогой, да. Ну и, конечно, был плюсом то, что я тогда выиграла. На эпик-коне, да. Лучшего злодея было. То есть стоило того. Да, и плюс создатели игры, они все в репейте упомянули. А как, ну ты говоришь, ты делаешь где-то примерно 12 костюмов в месяц. Как ты оцениваешь популярность образов? Какой самый, ну именно, как оценить популярность? Ты же какие-то возишь на конвенты, какие-то просто фотосеты делаешь в Инстаграм, там еще что-то. Как вот, на твой взгляд, оценивается популярность? У меня сегодня знакомый, он мне подчеркнул такую идею смотреть персонажей на порно-хабе. Там по статистике просмотров можно увидеть, когда, то есть данный персонаж там взлетел и так далее. То есть может видеть, что там Дива в общем и заходит, Наташа Романов заходит, как Бобра Воч. То есть, ну, там, все понятно. Порно-хаб-бош. И какой твой самый популярный персонаж оказался? Наташа Романов. Наташа Романов. То есть это из Марвела получается. Я удивил, я удивлен. Я удивлен. Я тоже был удивлен. Да, вот серьезно. Ну, видимо, Марвел, он более популярен в мире все-таки, как фандом. И много персонажей, много фантазий. Ну, и Азиатр популярен тоже. Он и у Азиатра, и у Азиатра. Ну, конечно, конечно. В последнее время вообще Марвел экспортируют в Китай, там, только вагонами туда вывозят фактически. А вот твой взгляд на именно такое явление, да, как мерение лайками, там, просмотрами и прочее. То есть у тебя, наверное, есть тоже какой-то вот, ну, статистика твоих постов? Что больше всего интересно людям, вот там, в Инстаграме, на Патреоне, опять же? Ну, на самом деле, интересно людям больше даже не косплеить, а обнаженка тупо. То есть, на самом деле, чем больше сил, как бы ты прикладываешь костюмы, фотосеты, сложная какая-то обработка, это вообще неинтересно. То есть я знаю, что вот этот образ будет неинтересен. Все понятно. То есть исключительно всех интересует эротика. Да. Ну, с другой стороны, сейчас уже так получилось, что это неразвестно связано с косплеем, потому что игра в переодевание, она очень характерна же для эротического направления. Ну, вообще, это сильно мешает или смущает как-то, или люди по-другому относятся, да? Хотя это, ну, это же разные области. Это же не порнография, ничего. Твое вот восприятие этого какое-то? Ну, сначала, когда я прям билась из-за понятия true косплея, то есть я очень сильно обижалась, когда намекали всячески то, что вот, наверное, в этом костюме, как-то. Да, с учетом того, что в костюме дышать невозможно, там, о чем-то другому думать даже не хотелось. А сейчас как-то стало попроще, потому что и косплей сам постепенно к этому приходишь, ну и плюс персонажи, хотя нет. Босонажи нам просто стали, вроде бы, более закрытые. Ну, сейчас меньше, мне кажется, индустрия стала объективизацией не обвиняли. Да, хотела сказать точно, что точно. То есть, ну, объективизация начала сходить на нет, а косплей, наоборот, начал... Другие вершины набирать. Да, то есть мы для баланса. Как относятся вообще сообщества, которые борются с объективизацией, с вот таким вот позиционированием? Есть негативные комментарии, какие-то, может, пишут? Ну, конечно же. Ну, начнем с того, что Инстаграм борется, да, с какими-то фотографиями откровенными. Причем, если у тебя подписчиков там под миллион, то хоть там ню, публикуй, пофигу. То есть они сами понимают, что зачем? Ну, конечно. То есть политика банальная в этом вопросе. Политика двойных стандартов, да, я не чувствую. Я понял. А Патреон? Какие там вообще концепции? Потому что там уже очень много на Патреоне есть возможности закрытых публикаций только для спонсоров. И там, по-моему, меньше должно быть к этому. Не, на Патреоне-то, наоборот, там с радостью принимают. Причем, как многие, даже знакомые, ты будешь, типа, ну, дрочером-то. С дрочами общаешься? Я говорю, нет. Я говорю, у меня есть там знакомые художники, которые просто, да, нужно, ну, скажем так, видеть более откровенное что-то, чтобы нарисовать можно было, да, по натуре. То есть есть люди, которые реально отданайся, потому что они хотят увидеть какой-то вот образ, допустим, просто на дешитке, да, они хотели. То есть, ну, и, скажем так, даже девочки, вот модель Патреона, они очень дружны между собой. А ты подписывала на кого-то на Патреоне? Нет, но у нас есть... Какое-то время так все сидишь, чтобы... Угу. Ну, у нас есть общий чатик, где мы общаемся, я вижу, как-то девочки поддерживают, да, там, стараются подержать в комментариях, когда начинают кого-то унижать. То есть сообщество все-таки, оно какое-то есть? Ну, именно, скажем так... Солидарность, профсоюз. Патреонесса со своими, тру-косплееры со своими. Все понятно. А тру-косплееры это вот как? Это люди, которые, типа, поролись только по косплею и все, все остальное все равно? Да, да. Ну, они еще иногда хейтят девочек, потому что додумывают, потому что вот, сидят там, зарабатывают, ничего не делают. Ну, с другой стороны, вот я смотрю, не первый, опять же, образ, который я вижу в воплощении, это же все очень сложно. Это все очень сложно, и я уверен, что это еще и дорого. Человек, который занимается, там, изобретительным искусством, художник, да, я прямо представляю, сколько все это стоит. Да, и это действительно дорого. Где-то же нужно на это деньги зарабатывать. И, опять же, это хобби, которое приносит тебе доход. Можно так воспринимать на это. А ты работаешь на какой-то другой работе, чтобы, ну, как карьеру где-то делаешь или увлекаешься только в этот ход? До этого делала карьеру в медицине, я работала ассистентом-хирурга. Ничего себе, у тебя медицинское образование? Да, но зарплата 25-27 тысяч, при занятии 10-12 часов, как бы немножко... Она не позволяет тебе не увлекаться чем-то, не финансировать. Она не позволяет жить, скажем так. Да, в целом получается так, да. Да, потому что у меня еще была клиника, где там по 100 пациентов в день, то есть ты просто уже никакого пазаешь, просто здоровье максимально убила. Да, и вот как-то, пока реаблицировалась, и вот как-то старалась заработать деньги, вот сейчас заработаете как-то. Ну, это ты, получается, хобби продвинул на профессиональный уровень? Да. Как, в общем-то, очень часто, как и у нас получилось. Поскольку у нас она все-таки про Вархаммер, давай немножко про фандом Вархаммера и твое знакомство со вселенной. Потому что ты говорила, что увлекаешься и фантастикой, компьютерными играми. Как тебе сама вселенная, как тебе вот этот фандом, раз уж образ ты воплощаешь? Ну, фандом, логично, что интересно, я остаюсь не делать то, что мне интересно. Ну, за исключением Дивы, я завербочу, вот она мне вообще неинтересна, но я ее не делала. Потому что популярна? Потому что заказчик был. Все понятно. А Вархаммера заказов не было, и меня просто договаривали, типа, я говорю, я сказала, я нешитку хочу. Нет, боже мой, это же кошмар. То, что надо. Да, кошмар, то, что надо. Ну, в целом, Ваха интересна, потому что такая, скажем так, тематика милитаризма, какой-то, скажем так, троллинг на религию. И брутальность, которую везде. Вот в Вархаммере очень часто забывают, но должна быть брутальность. Да, брутальность, скажем так, суровые женщины. Это интересно. Я надеюсь, когда-нибудь все-таки ты решишься на косплей сестри битвы. Мне казалось, по Эльдарке. Ну, Эльдарке, блин, я вот, честно говоря, часто очень видел разные косплеи по Вархаммеру. Воплощение сестри битвы у всех разное. Вот мне тем, чем нравится, что каждый свое что-то привносит в образ, это вот интересно. Сейчас вот, получается, ты участвовал в сложном проекте, да, в котором задействовано много людей. Мы сейчас процесс, опять же, еще будем как-то для вас показывать, для наших зрителей. Будет еще что-нибудь такое эпичное, от взгляда, или все-таки ты сосредоточишься на соло? Ну, я больше фанат соло, но недавно у нас был снова групповой проект с Настей, с Димой, с ребятами с Chrono Space. Мы снимали по фильму «Вспомните все». Ну, все помнят трехгрудую, конститутку, вот. Знаешь, я так скажу, я это помню, потому что видеосалон, начало девяностых. Я еще маленький мальчик, на меня это произвело огромное впечатление. Надо посмотреть, пересмотреть и косплей тоже. Этот косплей для маленьких, бывших мальчиков. Ура! Спасибо! Итак, вот мы немножко вам показали процесса, так сказать, грим, сложность всего вот этого действа. А сейчас мы пообщаемся с Викой. Вика, привет! Здравствуйте! Которая является, как сказать, бутафором или изготовителем вот этого всего наряда, который тоже имеет под собой какие-то основания. Давай, Вика, вот с чего начнем. Ты же не просто так посмотрел и решил, я сделаю. С чего все началось? Дима, фотограф, выложил в своей группе виш-лист с определенными проектами. Потом со мной связалась с Настей, мы с ней очень давно общаемся. Она предложила, что, Вик, можешь в короткие сроки сделать вот такое-то. У нас проект по Вархаммеру. Вот демонетку нужно сделать, нужно сделать клешню, нужно сделать штуку на голову. Накладку, вот эти вот наросты, своеобразные рожки. И я, почему нет, да, хорошо. Но мне в этом сроке мне поставили, когда я была в другом городе, на Новый год уезжала. И по факту я приехала в Питер за 4 дня. И засела. Да, клешню и наросты. А у тебя опыт какой, чтобы такого масштаба, ну, заниматься такого масштаба проектами? Давно ты этим увлекаешься? Косплеем, именно, вот прям косплеем-косплеем с 2012 года. А так я еще работала бутафором-декоратором в театре в своем городе 3 года. Это, наверное, очень полезный опыт. Очень полезный, крайне полезный. Можно материалы домой уносить с работы. Ну, а как, знаешь, материалы это хорошо, а навыки, вот работа в театре, она дала очень достаточно тебе? Конечно, я теперь умею вырезать статуи. Ну, собственно, вот клешню я вырезала по наводкам своей начальницы. Ну, конечно, она вырезает намного лучше, чем я, потому что там человеку стаж 60 лет. Надо уметь, в общем. Да, но в целом, да, мне очень хорошо прокачали навыки в театре. А косплей, вот ты сама увлекаешься тоже, я так понимаю, косплеем. Что тебе интереснее, воплощать образ или крафт? Крафт – это часть воплощения образа. У меня все связано, да. Я единственное, что не шью и не делаю грим. Ну, я и не беру таких персонажей, у которых сложный грим. А пошить, ну, если мне кто-то выкроет, я без проблем могу сама прострочить. Кого ты популярного косплеила? Хоук из Драгон Ич, Хранительницу Огня из Дарк Соулс 3 и Принца Лотрика из Дарк Соулс тоже 3. То есть это фэнтезийные фандомы в основном все получаются? Да, РПГ. А как насчет сайфай когда-нибудь переметут? Там же больше крафта, меха там, броня вот это вот все. Я посматриваю на Mass Effect, пока так, чисто вот глазочком одним, но пока как-то боюсь. А Вархаммер? Вот Вархаммер очень сильно боюсь, но посматриваю более явно, потому что да, костюмы там, образы. Очень популярным становится этот фандом, вот мы даже цикл делали интервью, что как раз с косплеерами, с крафтерами, которые именно Вархаммер продвигают. Ну, нам это немножко более близко. Я бы хотел, чтобы ты только что-нибудь выбрала в итоге. Я облизываюсь на Вархаммер, но там делится либо на очень легкий образ, ну, грубо говоря, там кожаные трусы, какие-нибудь интересный купальник и там что-нибудь на голове тоже. Ну, то есть такое. Вот я не помню, как называются эти персонажи, но я видела, делали девочки косплей. Либо же бронечерепашка, которая передвигается или как. Все в броне, да. Да, то есть там из крайности в крайности. Мне для начала нужно изучить первоисточник, то есть поиграть в игру, посчитать лор. У меня на это уйдет, скорее всего, очень много времени, поэтому я морально готовлюсь. Ну, я думаю, что тебе понравится, если ты соберешься и в игру играть, и лором увлекаться. Ну, хорошо, вот смотри, для Леры ты делала крафт. Ты как-то посмотрела только картинки и все, или ты почитала, тоже узнала, кто это, что за персонаж? Я посмотрела ее картинку, которую она мне скинула, посмотрела другие картинки, чуть-чуть прочитала про вообще вот в целом, что это за вещь такая. Такая, да, создание я, как я поняла, паралельно же вот. Ну, да, это демоническое воплощение вот похоти, я бы так сказала. Ну, там заметно пара там, очень заметно, да. Ну, я читала совсем чуть-чуть, потому что, опять же, 4 дня. Гибнусь только. Да, 4 дня. А с Лерой давно вы работаете? Нет, первый раз. Вот, Настя у нас. В этом проекте получается. Ну, посмотрим, что получится. Мне даже самому интересно, я просто еще целиком не видел, у нас тут только клещня есть, но я могу только по ней судить, в общем-то. Да, но мне тоже интересно, что получится. А скажи, вот, ты для других косплееров часто крафт делаешь какой-то? Да, у нас с моей подругой из города Ставрополь есть своя, так скажем, мастерская. У нас нет помещения, но в интернете у нас есть вот своя группа, и через нее мы берем заказы. Мы делали много костюмов для южных косплееров, то есть в Ростов, Краснодар, в менее известные города. Вот, делаем часто, да, в большом количестве. То есть люди с руками востребованы, получается? Потому что все-таки не все косплееры могут себе время найти, и ресурс именно сделать. Конечно. Но главная проблема – это, само собой, деньги, потому что косплееры – люди небогаты, и всегда хочется как-то, ой, а можно подешевле? И у нас такая политика в мастерской, что мы всегда идем на уступки. То есть если мы видим, что человек, допустим, ну не может он заплатить примерно там 18 тысяч за три резных мяча с ножнами, мы идем навстречу, уступаем максимально там по материалам, еще что-то. Мы очень странные мастера. Альтруисты. Да. Ну, это тоже, знаешь, неплохо, мне кажется, потому что это все играет на репутацию, на, опять же, дальнейшую, потому что от каких-то, может быть, любительских проектов может и на профессиональный уровень это выйти в конце концов. Пока что у нас из, ну, можно так назвать, профессионального, это все вылилось в то, что мы решили делать стенд. Большой, огромный стенд, там примерно на 30 квадратных метров. Делаем мы его, по идее, 12 человек, но по факту будет делать его 5 человек. Огромные локации по игре Bloodborne. Bloodborne, ага. Она, кстати, и в настольном варианте недавно выходила. Есть, она у нас будет задействована в квесте от стенд. А на каком мероприятии? На Киберконе в городе Краснодаре в апреле. Блин, я даже не знаю, может, стоит и поехать. Я на юге давно не был уже, честно сказать. Да, там тепло. В Краснодарском крае давно не был, ну, еще. У этого фестиваля прекрасный фудкорт. Было бы интересно. С пивом. С пивом. В основном, ну, посещали московские коны, ну, в Санкт-Петербурге, естественно, тоже. А ты участвовала в каких-то мероприятиях в Петербурге, Москве, крупной? В Петербурге, пока я была только на Старкон Хэллен, я сама из Пятигорска. Это вот далеко, где умер Лермонтов. Миняльные воды. Да, да. Ну, Павказ, ну, я жил в тех краях какое-то время. Ну, прекрасный, практически земляк, да? Да, про идеал неба. Ну, я в основном каталась, конечно же, по южным фестивалям. До Воронежа никак не доеду, правда. Вот. Была на Игромире в прошлом году, пришла аккредитацию в Dragon Age втором. Весело было очень. Правда, на третий день я путала ноги, и у меня было ощущение, что у меня их шесть. Потому что на это аж деталь не подходила ни на одну ногу. Вот. Но на следующий год тоже хочу поехать на тот же Игромире, и в этом году, само собой, по всем фестам Питера пройдусь. Ну, здорово, здорово. Костюмов накопилось много. А, ну, то есть есть, что показать. Конечно. А вот, кстати говоря, такой вопрос, я спрашиваю у всех, кстати, с флееров, с кем общался, и видео, и просто. Где хранить? Куда деваетесь? Везде. Где разрешают? Везде. Например, голова викария Амелия из Bloodborne, это такая волк рогатый без глаз, она у меня дома на шкафу, на самой верхней полке. Ее рога лежат на другом шкафу, костюм валяется под столом сложенный. Просто у нас в студии тоже пара господных костюмов лежит, которые мы спонсировали со здания, ну, и как бы нам их откроют, они лежат. Да. Они, как бы, если я примерно представлю, ну, если их много, это же, ну, реально. Запихивается по всем углам. Хоук периодически у меня вываливается из шкафа. Не продаешь? Жалко. Жалко? Жалко. Ну, есть такое, вот это вот чувство, что сделал сам и не расстаться, это же как вот воспитал что-то, создание какое-то. С одной стороны, да, а с другой, у меня всегда есть боязнь того, что, ну, как с той же самой клешней, допустим, я все время недовольна своей работой, на самом деле. То есть все, что я делаю, именно сама своими руками, у меня все время ощущение, что я могу сделать лучше. То есть на второй раз сделала бы по-другому. Будь у меня еще часов шесть, хотя бы часов шесть, я бы сделала, ну, на уровень получше, как минимум покрас. И у меня такое во всех работах, во всех заказах, то есть я никогда не бываю стопроцентно довольна своей работой. Поэтому и продать не могу, то же самое, хранительницу огня. Ну, хорошо. А в целом, вот, интерес к развитию, он сохраняется у тебя, ну, уже с 12-го года, получается, 8 лет уже увлекаешься. Какая цель вообще все это у тебя вот лично? Может, сделать эпический косплей или выиграть конкурс, или устроить какой-то, не знаю, там, крафт-баттл, там, что-нибудь такое вот. Было эпическое. Да, на самом деле все вышеперечисленное. Каждый новый фестиваль, новая цель. Ну, круто. Не, ну, это здорово, конечно. Крафт-баттл, это было бы классно. Да, вот мне интересно всегда, как бы, состязания. У нас вот были покрас-баттлы, мы с художниками соревновались, а крафт-баттл, ну, что здорово. По одному, то есть дает одно и то же задание и что-то делает. Ну, вот я с клешнёй сейчас хочу запустить среди наших знакомых. Типа, ребят, славите. Делаем клешню? Не, челлендж, крафт за 4 дня. Это круто, это круто, кстати. Ну, что ж, хоть какое-то, я надеюсь, представление наши зрители получили. Мне очень было приятно пообщаться в таком формате. У вас ещё много работы, так что рад был познакомиться и, надеюсь, ещё увидимся. Взаимно. На каких-то фестивалях обязательно. На Киберконт приезжайте. Стараемся. Стараемся.